Здравствуйте! Данное видео и несколько еще следующих видеороликов называется Выставка Электротранс 2014 Как известно, мне кажется, многим транспортным любителям в период с 27 по 29 мая 2014 года на ВВЦ в Москве проходит международная выставка Электротранс Довольно-таки много интересных стендов на ней можно встретить и побывать на многих интересных конференциях Я, по крайней мере, смог побывать на одной такой она посвящена новым способам оплаты проезда в общественном транспорте. Я посетил интересные мне стенды из Катарского завода Уэлл Трансмашин, а также Башкирского троллейбусного завода. И вот, собственно говоря, такой небольшой фильм из нескольких серий посвящен данной выставке. Внимание на экран! Карту ничего класть вообще. То есть карта используется в числом виде как модификатор, и мы уходим от одной большой проблемы для всех автоматизированных систем. Это проблема пополнения карты или продления срока действия. То есть это необходимость куда-то идти, куда-то платить, что-то куда-то вставлять, ну и так далее. Совершает целую тучу манипуляции, которая очень интересна для пассажира и накладная для транспорт-контрактора, потому что за эту услугу надо заплатить. Один из вариантов, которые мы предлагаем, это карта лояльности. Сейчас очень популярны карты, которые предоставляют скидки, но обычно записывают бонусы. Также система Эльдорага, например, по всей стране реклама идет постоянно. Купил, какая-то часть денег туда занесена. Но когда туда попадает 10, 15, 30 рублей, мы же не будем эти деньги копить до стоимости нового холодильника. Смысленно. И эти копейки вроде, они ничего не играют. Вот подобная карта лояльности, бонусная плюс транспортная, позволяет в любой момент, оплатив покупку молока, хлеба, халатинька, чего угодно, и стратить эти деньги. Хотите на приобретение счета нового, хотите в любой момент на транспорт. Взяли и поехали. Это тоже один из вариантов, которые мы предлагаем. Кредитные карты. Кредитные карты, когда, о которых мы говорим, нет денег на карте. Это очень удобно, например, для семьи. Один счет, но все карты для семьи. То есть у каждого члена семьи есть своя карта, которая пользуется, которая может пользоваться. При этом этот счет контролируется. Очень удобно для корпоративных клиентов, потому что ряд клиентов оплачивает проезд своих пассажиров, своих работников до места работы или во время работы, контролировать следствия, вот как это было раньше. Покупалось много так, проездных билетов, неважно в каком исполнении, бумажном или электронном, их пополнялись. Есть ли люди, отчеты и так далее. Много шагов, которые в принципе не нужны. Один счет на одно предприятие и много-много карты, привязанных к этому счету. И ежедневно по этому счету будет понятно, кто смогли, чего, как проект. Причем посчитается каждая карта. Ну и можно увидеть. Вот что будет карта тоже. Ну вот один из моментов, на которые тоже хотелось обратить внимание, вот это вот пополнение, да, пресловутое. Куда-то надо вставить что-то, куда-то что-то положить. Вот мы предлагаем пополнение карт или продление сроков, не выходя из нас по интернету. Достаточно просто. И еще один момент, у которого нет, то есть то, что мы тоже хотим предложить. Поставить карту в черный список сегодня может любая система. Больше того, эту карту заблокировать физически, которая не будет работать. А разблокировать ее надо куда-то идти. Мы предлагаем, и мы это уже реализовали функционально, наши, эти карты могут быть разблокированы самим терминалом. Ты пришел в транспортное средство с заблокированной картой, и если ты предварительно выполнил, то есть пополнение через тот же интернет, тебе никуда не надо идти. Физически достаточно общение карты с терминалом в транспорте. И она будет разблокирована, и работать дальше будет тот срок, который необходим. По системе, что еще можно сказать интересного? Безусловно, любая система, и мы свою систему позиционируем именно таким образом. Это универсальный современный инструмент для реализации оплаты проездов транспорта, причем в большом спектре, в большом функционале, с использованием, на наш взгляд, инновационных некоторых разработок. Потому что, можно, конечно, говорить, что очень здорово, когда терминал принимает электронные кошельки PayPass, PayWL, но в связи с двумя моментами, первым, он не очень был распространен в нашей стране, это эти системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...